Для того, чтобы наш организм работал как часы, следует следить за своим здоровьем и питанием. Иногда, вследствие неправильного образа жизни, нарушения в питании, перенесенных болезней или при смене сезонов, наш организм дает сбой. В первую очередь страдает наше здоровье, так как при ослабленном иммунитете мы можем подхватить различные вирусы. У нас долго не проходит простуда, например, или мы чувствуем слабость. К причинам, приводящим к снижению иммунитета, можно отнести. Постоянные стрессовые ситуации, переутомления. Частые простудные заболевания, перенесенные болезни. Прием антибиотиков и других лекарств. Химиотерапия, операция. Курение, алкоголь, сидячий образ жизни. Неправильное питание. Несоблюдение режима дня. Отсутствие в рационе свежих овощей и фруктов. Вынашивание ребенка. Чтобы быстро повысить иммунитет, можно использовать ягоды, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, семена и так далее. Давайте рассмотрим, что именно лучше всего использовать в пищу для быстрого поднятия иммунитета. Рябина черноплодная. В ней много витаминов, включая никотиновую кислоту и каротин, а также микроэлементы. Йод, медь, марганец, железо и другие. Рябина выступает как антисептик, потому незаменима для поднятия иммунитета. Компот из шиповника. Плоды растения добавляют в кипяченую воду и варят 30 минут. Такой отвар благоприятно влияет на кровеносную систему, помогает противостоять простуде, снижает уровень холестерина в крови. Шиповник также можно заваривать в термосе. Напиток улучшает иммунную защиту человека. Сок алоэ является кладезем полезных микроэлементов, витаминов, ферментов и эфирных масел. Это безвредное народное средство для поднятия иммунитета, которое особенно рекомендовано пожилым людям. Алоэ обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. В домашних условиях можно приготовить лекарства с добавлением меда. Для его изготовления берут нижние мясистые листья от растения, которому не менее трех лет. Листья измельчают и выжимают из них сок. Далее, одну столовую ложку сока нужно смешать с пятью столовыми ложками жидкого меда. Витаминный продукт употребляют по одной чайной ложке до еды три раза в день. Мед, кладовая витаминов, он чемпион по содержанию фолиевой кислоты. А еще он содержит большое количество флавоноидов, которые способны активизировать работу ферментов. При выборе меда стоит учитывать один нюанс, он должен быть натуральным. Ягоды облепихий и масло облепиховое. Необычайно полезная облепиха, хорошее профилактическое средство и поможет от многих болезней. Помогает восстанавливаться ослабленному после болезни организму. Овощи и фрукты. Особенно полезны соки свежевыжатые, в них все необходимые витамины, нужные организму для восстановления здоровья. К примеру, в морковном соке много железа и витамина А. В яблочном очень много железа. Этот сок помогает кроветворению. Томатный сок известен большим количеством аскорбиновой кислоты. В свекольном все необходимые вещества, которые помогают повысить гемоглобин. Апельсиновый сок – хорошее противовоспалительное. Имбирный корень – одна из самых популярных специй, которая часто используется как лекарство для поднятия иммунитета. Он обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, уничтожает вирусы и бактерии. В составе имбиря присутствуют витамины А, В, С, природные антибиотики и эфирные вещества. Чеснок и лук. Эти продукты содержат большое количество фитонцидов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему. В составе присутствуют гликозиды, органические кислоты, полный спектр водорастворимых витаминов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok